Субтитры делал DimaTorzok Итак, встречайте, будем петь, танцевать не будем, хотя... Танцевать? Хотя! Ну да, меня там спросили кое-кто, а танцы будут? Как пойдет. А танцевать будут бобри, в чате? Танцевать, да. Уже начали, я смотрю. Я думаю, что попозже вы тут сделаете какую-то там площадку и уже... Я вообще мечтаю сюда пианинка притаранить, вот туда в уголочек, тогда можно было бы... Можно было бы тогда... Да, сделать такое, чтобы мы приходили группами, да, и в полном, так сказать, объеме, со скрипочками. Ну, к чему можно было бы? Было бы замечательно. Всем здрасте еще раз, ребят. Так. Ну, все. Мы в эфире? Мы в эфире. Я просто себя не вижу. Ой, да-да-да, себя. Ну, вот так, не сделается. Все. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Мы уже поздоровались. Здравствуйте. Это студия замечательная, Донецк Лайф. И что, как обычно, немножко о себе, хоть я думаю, что кто-то уже знает, но, как обычно, кто-то, наверное, еще и не знает, да? Да. Зовут меня Владимир Пшеничный. Я из города Перми. Приехал сюда в 2014 году, когда начались боевые действия. С тех пор практически безвыедно нахожусь здесь. Пишу песни, стихи. Конечно же, здесь я пишу много о Донбассе, о тех людях, кто здесь живет, воюет. Вот, ну, с января месяца, сказать так, в союзе писателей ДНР, кстати, до 6 января. Этого года. Этого года я стал, слово член, я боюсь, в составе, или по-нашему, так сказать, по-военному составе нашей уважаемой писательской братьи Донецкой Народной Республики. Ну, что еще сказать. Папа мой украинец, мама русская, семья шахтеров. Папа шахтер, больше 30 лет отработал в шахте. Я тоже немножечко поработал в свое время. Папа учился в Донецке, уехал в свое время поднимать. На Урале у нас в Пермском крае тезиловский угольный бассейн, который в 90-е годы был разрушен в перестройку. И, как и многие другие, причем очень много было с Донбасса, все развалилось, но тем не менее, шахтерская династия. И вот я здесь с вами. И сегодня мы будем петь, говорить. Ну, если честно сказать, Олег, у меня сегодня настрой, да, мы в два раза были, конечно, и оба раза мы пели песню, в общем-то, о Донбассе. Да, там, патриотика, может быть, что-то. Но сейчас есть настроение о других песнях. Да, у меня настроение, нет, давайте так, я начну, конечно, как обычно, мы начинаем с песни. Я так думаю, мы начнем с песни о Донбассе. Ну, все-таки настроение лирическая погода, потому что я знаю, что многие смотрят у нас, ну, может, ноди-не-ноди, но я знаю в любом случае, что так как я делал ВКонтакте приглашение, у меня, соответственно, есть ВКонтакте своя страница, есть свой сайт официальный, который можно набрать просто сайт Владимира Пшеничного и выйдет сразу же на страницу. Я делал, когда, наверное, новость, об этом я знаю, что, которые люди смотрят, то-то и с тех краев, откуда я родом. Да и, как бы, я немало проехал и по России, в России тоже занимался также творчеством и гастролировал, начиная от Владивостока, кончая вот уже пока здесь, дай бог, это не конечный пункт моих выступлений гастролей. Ну, что хоть сказать, на улице погода теплая, плюс один, в Донецке все тает, обстрелов по городу немного, по сравнению с тем, как мы уже знаем, привыкли даже сказать за последний год, тем не менее на фронтах идут бои, гибнут люди, но Донецк живет и будет жить. Начнем с песни. С песни «Что такое Донбасс?» Кстати, вот задает обычно Олег здесь вопрос, а можно я задам вопрос «Что такое Донбасс?» Можно так выразить? Вопрос мне или вопрос... Вопрос вам, ну и, конечно, зрителям. Давайте так, что такое Донбасс? Может кто-то ответит там свое, свою точку зрения. Я бы, так как я творчественный человек, я все время в поиске, мне очень интересно знать всевозможные, как-то, я не знаю, может там, мнения. И я бы с удовольствием здесь увидел такой вопрос. А я пока спою песню, которая так и называется «Что такое Донбасс?» Как-то вот у меня так один раз вышло, и я попытался отразить в своей песне. Опа, стоп, 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 стоп. У меня так бывает, мы заговорились, я что-то тут на погоду, на лирику, и оно раз уходит. И в таких ситуациях очень непросто, когда вот разговариваешь, мы говорим-говорим, потом раз сразу же там на песню. И бывает немножко, на нее надо, на каждую песню нужен какой-то настрой определенный. Вот, допустим, на концертах ты, когда, я пою, допустим, исполняешь, я уже знаю, и вот ловишь вот это вдохновение, потому что каждая песня, ее невозможно не спеть, чтобы не пережить, чтобы вот то, что не написано, что копилось, что потом переживаешь. Обязательно оно должно быть, иначе она будет пустая, как-то выразиться вот так, да? Что такое Донбасс? Чтобы не было в мире нацизмаков, чтобы спали спокойно детишки любимые. Что такое Донбасс? Это громкий ответ. Ему вторят герои, защищающие родину от воров и убийц. От несчастья и бед, и над ним и высоко флаги господа подняты. Здесь за веру и правду, за родину мать. На любом языке, мове, речи на речи, под пристягой кричат. Я пойду умирать, чтобы не было в мире нацизма и нечестий. Что такое Донбасс? Не ответит никто. Это слезы и кровь, грязь, надежды и проклятия. Только знаю одно. Здесь не пахнет АТО, пахнет грязной войной, взявшей весь мир во въятия. Здесь Аллах и Иисус, рядом делят свой кровь, всех народов и стран. Здесь мечты неелимы, чтобы не было в мире нацизмаков. Чтобы спали спокойно детишки любимые. Что такое Донбасс? Знает каждый из нас. С вашего разрешения можно я разденусь? Не договаривайся. Пока сниму Олимпику. Здесь довольно жарко. Донбасс прекрасная русская земля с великолепными людьми. А еще Донбасс это брат Кузбасса. Вот два таких варианта ответов прозвучало. Вам как его больше нравится? Я уже, да, у меня во многих песнях, что такое Донбасс, это в первую очередь для меня, конечно, такая земля, ой, контрастов. Действительно земля и контрастов больших. Здесь можно встретить рядом, тем более сейчас. Даже вот сейчас идет война. Наверное, многим интересно вот так вот. Даже вот это же Донецк. Это и в других городах тоже, конечно. Но вот в самом Донецке это очень сильно заметно. Особенно когда... Я знаю, что вот многие люди, которые живут здесь, они живут в городе и как-то вот эту войну не воспринимают даже. Вот когда ты едешь, допустим, выйдешь в аэропорт, вот эти разбитые все окраины, разрушенные полностью, разрушенные там, соответственно, и люди даже не живут, разбитые дома. А там, нет, живут где-то в подвалах, где-то в бомбоубежищах. То есть вот это все смотришь, как... Это страшно очень. И тут же буквально проезжаешь там километр, грубо говоря, два, как вот, вот так если ехать, буквально считанные минуты, там, Путиловка, грубо говоря, или там Петровка, неважно. Вроде поменьше, поменьше. И вот ты въезжаешь в город. Все, он горит. Заходишь в магазин, то есть люди ходят, как бы и войны нет. Не говоря уже, если зайти там в какой-то ресторан или бар, где сидят люди, я не знаю, по-моему, даже многие как-то очень далекие от того, что происходит, то, что вот буквально рядом, ну, вытянутые руки на расстоянии столько горя и столько ужаса. Вот такой Донбасс. И он в этом весь, наверное, этот Донбасс. Вот. Ну, наверное, еще сразу же я, так как я был перед Новым годом, перед тем, как я уехал, на следующий день я поехал в Ростов, приехал и покажу я свою новую пластинку, вот такую красивую. Поближе ее покажу. Да, поближе. Конечно же, этот, да, этот диск, я его сейчас подпишу и оставлю здесь вам в студии. Хорошая традиция уже стала. Донецк Лайф. Да, это 26 декабря мы сделали с друзьями такую презентацию в узком кругу друзей в зале в таком уютненьком кинокульт, как знаю, здесь есть такой кинотеатр, такой культурный центр. Вот. в него вошло 21 песня, не все песни, кстати, эта песня не вошла в эту пластинку. Здесь вошли песни не только о Донбассе, здесь несколько песен, которые были написаны даже давно, такие как Снежинка, которую когда-то пел я, так сказать, дебют у меня был на программе Поле Чудес. Леонид Аркадьевич тогда ему очень понравилось, он мне сделал подарок такой даже. Вот. И несколько других песен, то есть, чтобы разбавить ее, чтобы было интересно слушать о любви, о жизни, какие-то песни. Весь он акустический, кроме одной песни. Она у нас стоит в конце, это, конечно же, город миллиона роз, которую уже знают в Донецкой народной республике, я думаю, очень много, потому что езжу, бывает даже в село, там какое-то заезжаем, провожу концерты, когда называю город миллионов роз, и мне говорят, что вы знаете, наши дети ее поют наизусть, мне очень приятно, то есть, потому что, ну, может еще с тем приятно, я как бы много выступаю в школах, с программой по патриотическому воспитанию молодежи, вот, и, конечно же, пою вот эти свои песни. вот, что еще сказать о диске, благодарность огромную хочу сказать всем, кто помогал, в этом диске все, что есть мое, это только то, что я пел, все остальное, это заслуга и желание моих друзей, в первую очередь, конечно же, студии Аврора, которые записали, свели, которые сделали вот эту обложку, которую я увидел прямо перед тем, как ее уводили в печать, у меня держали в тайне ребята, наверное, боялись, что я испугаю, но я действительно испугался, сделали из меня такой какой-то монумент, вот, я не знаю, как, до половины, если так приглядеться, это, не знаю, там, каменное, что-то, на заднем фоне это разрушенный здесь терминал аэропорта, саур-могила, здесь такая вот детара, в ней тоже везде, это на заднем фоне, там, какие-то разрушенные строения, здесь мина, это, наверное, они, мина, это у меня в музее лежит мина, которая залетела нам в Песках в расположение, у меня кусок, я ее нашел, ну, и такой вот сделали дизайн интересный, ну, и, конечно, это патриоты Донбасса, наша организация, которые, ну, здесь все стоят соответственно, с ней логотипы, Министерство молодежи и спорта, с которыми я очень сильно дружу, и с которыми у меня очень много проектов, очень прекрасных, мы именно в патриотическом направлении, и вот, кто нас еще поддержали, медиа, поддержка была, это газета Новороссия, конечно же, в лице главного редактора Дмитрия Дезорцева, с которым мы тоже очень близко дружим, спасибо огромное, и Первый Республиканский телеканал, на этом телеканале в студии мы записали, в общем-то, почти все песни, большинство, вот, и некоторые песни записаны были еще, это где-то почти весной, когда я приехал, когда закончилось Дебальцевское наступление, все наступления были там, и когда оно закончилось, объявили перемирие, я приехал сюда, уже были написаны многие песни, это «Защитник Донбасса», там закончил я ее, там какие-то еще песни, ну, немало, потому что там были действительно такие, и такая жизнь, что эти песни, они рождались именно вот так вот, вот рядом с бойцами, рядом с этой кровью, рядом с этим всем ужасом, и рядом с этим героизмом, с этой верой, которую я видел в глазах людей, которые там погибали, которые там воевали, там, именно там я понял, как мы победили Великую Отечественную войну, и кто ее победил, когда я видел всех этих мужчин, женщин, которые, исключительно, я не знаю, шахтеры, водители, которых невозможно там никакими зомбами, там этими материалами сломить, никакой, ну, ничем невозможно, что ему не говорили, плохо, хорошо, он просто, это моя земля, что там творится, кто там что ворует, нет, моя земля, и они шли, и вот только так, и вот они победят, без сомнения, они победят, они отстоят свою землю, и я в этом нисколько не сомневаюсь, и я буду с ними до конца, когда бы это не произошла, эта победа, мы будем вместе. Вот, это о пластинке, что еще не сказать, ну, еще раз, огромное спасибо всем, друзья, и финансовую помощь оказал Андрей Триикс, с которым, к сожалению, сейчас мы немножко не общаемся, но тем не менее, огромное спасибо, он тоже хорошо помог, вот, презентация пошла, как я еще сказал, в Тинокульте, где были записаны, первый раз, записаны на ауди, именно в этом же, в Красном зале, мы записали, именно первый раз, аудио, сняли так, с гитары, первые песни, которые потом, некоторые из них, даже без обработки, здесь есть пару-тройку песен, это такие, как, насколько я знаю, это, мы сегодня нальем, ну, может быть, еще какая-нибудь, мы сегодня точно не обрабатываем, вот, я ее поставлю, это, и, новогодние песни есть, а я же ее пел в тот раз, поздравление с Новым Годом, с Новым Годом тебя поздравляю, мой сердечный, непонятый друг, вот, и так далее, ну, если, ну, я не думаю, что в два раза, я думаю, что потом людям, кому интересно, они могут просто открыть, я их у себя режу, песни, ну, чтобы было удобнее, чтобы все не просматривать, я ВКонтакте выставляю, на Ютубе, соответственно, у меня есть свой канал, и я их так вырезаю, отдельными песенками, они у меня есть все, ВКонтакте, вы сможете их послушать, сегодня мы будем петь, наверное, те песни, которые мы не пели, давно, может быть, что-то я забыл, может быть, и повториться, но я не думаю, потому что, сегодня я хочу петь о любви, о любви, вот, что-то такое настроение, давно, я, во-первых, соскучился сам по этим песням, потому что на концертах, я их пою редко, в основном, больше пою где-то в таких маленьких компаниях, я знаю, что у меня есть большие любители именно вот этих песен, лирических, о любви, о жизни, и еще погода меня сподвигает, конечно, неправильно слово, но так, я иногда сподвигаю, весной пахнет, какой день уже пахнет, ну, заморозок был вчера, а тут прямо пахнет весной, поэтому, или, может быть, не о любви, давайте, может быть, так, с переходом, такая, может, философская, немножко, что-то, я, как обычно, что придет в голову, ну, я не люблю просить, пусть даже и у Бога, и не люблю звонить у грязного порога, и не люблю шуметь, когда воркуют птицы, и не люблю смотреть на небо из темницы, я не могу любить чуть-чуть наполовину, и не могу сорить, где память и могилы, и не могу искать, и не могу искать иголку в стойке сена, и не могу ласкать, когда в глазах измена, пусть люди не простят, приму тюрьму и бедность, и в путь уйду опять, туда, где слыгие ветры, а если повезет свою судьбу исполнить, мой Бог меня поет, и люди, может быть, даже вспомнят. Мне не понравилось ждать, стоять в шеренде строя, и не люблю считать потери после боя, мне не бывать в плену религии и славы, и не воспеть страну, где есть закон кровавый, Пусть люди не простят, я не могу смотреть, как души разрывают, и мне для тех не петь, кто честность презирают, мне не бывать в плену религии и славы, и не воспеть страну, где есть закон кровавый, пусть люди не простят, приму тюрьму и бедность, и в путь уйду опять, туда, где злые ветры, а если повезет свою судьбу исполнить, мой Бог меня поет, и дети, может быть, даже вспомнят. Я не люблю просить, пусть даже и у Бога, и не люблю звонить у грязного порога, и не люблю шуметь, когда воркуют птицы, и люблю смотреть на небо из темницы. — Да. — Такая песня. — Хорошо. С новой стороны вы как-то открылись. — Ну да, я, как открыть, у меня действительно, как бы, я считаю, творчество, оно многогранное, допустим. Вот воружу, да, сейчас вот буквально недавно замечательно исполнил фанатик, рэпер из Крыма, на мои стихи рэп, она есть на странице. Ну, если бы здесь, может, было под аржировку, может быть, я попробовал, я, может... Она у меня в другой аржировке была, где-то что-то я пытался, ребята тоже пытались петь, но тут, как бы, он ее и спел, и стянул в контакт, как бы, не только мне, она нравится всем, она такая жизненная, это письмо другу. Ну, я думаю, что лучше вам ее послушать, она, как бы, люди, даже те, которые рэп не слушают, кому так вот, как бы, людям нравится. Конечно, есть разный жанровый рок, какой-то шансон, потому что, конечно, когда в России я выступал, меня называли, как бы, там, шансонье, и хотя гитарные варианты мне всегда были особенно близки, исполнение песен, ну, на концертах, на больших площадках, потому что там, в основном, концерты проходили на каких-то, действительно, таких, там, ДК, там, какие-то, при хорошем такой оборудовании, музыкальной, и, как бы, ну, и я даже, думаю, даже больше то, что сама публика в России, сам слушатель, все меньше и меньше заостряет внимание на слова, на текст, на смысл. Вот, такой, пошла мода, да, вот этого, вот этой попсы такой, где, вот, даже профессионалы, они пишут, там, вот, есть, допустим, там, пару фраз, там, я не знаю, там, сука, любовь или там, чем ниже поцелуи на этом, и такая, как бы, булкотрясня, конечно. У меня тоже есть какие-то, может, подобные песни, ну, я думаю, что они тоже наполнены текстом, но все-таки текст, за вот этим вот, массой инструментов, за красивейшими вот этими, все там, бочки и все прочее, он немножко теряется, его невозможно вот так влить в душу, именно текст, и он может влиться в двух случаях, или чисто под инструмент, ну, под минимум, допустим, там, неважно, это будет, там, именно такой вот живой, то есть, допустим, аккордеон, там, гитара, там, может, скрипочка, такой шансоновский, так сказать, романсовый вариант, это те, которые там, как мы знаем, там, Вертинский, там, Петр Лещенко, ну, наши многие, то есть, чтобы такой, когда, тогда текст, он более-менее, то есть, должно быть, то есть, музыка должна украшать текст, это мое глубокое такое понимание вообще творчества музыкального, музыка, она должна украшать, а у нас, все погнались за этой модой, которую, как бы, те, кто вводили, то они, наверное, тоже больше работали с текстом, ну, а другие начали так думать, что здесь главное музыка, и как-то начали копировать себя, вот это, конечно, научились студии делать красивую музыку, там, нужны бочки, там, нужно все так красиво, а текст уже там не нужен, люди забывают, что такое рифма, не говоря уже размер, и забывают, что такое песня, что это какое-то изложение, какое-то, даже пусть, если это не прямая, откровенная история, то, если даже это выражение чувств, то оно должно какое-то быть, какие-то обороты, какие-то должны быть, то есть, не прямолинейные, не такое вот там, текстовое, как в прозе, грубо говоря, изъяснение мыслей, мне кажется, что многие об этом забывают, конечно, ни в коем случае не хочу сказать, что это плохое, или я там какой-то поэт, нет, 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 ну, это мнение не даже творческого человека, я даже в России всегда, когда вот, допустим, выходил сольный концерт, или даже в солянках, я старался всегда, на сольных концертах, это у меня, ну, редко-редко, чтобы было, ну, наверное, всегда, я всегда хотел, выходил и делал пару-тройку песен, всегда чисто под гитару, то есть я выходил, это всегда в начале концертов, делал гитару, давайте я сделаю там пару песен, делаю, и даже там, конечно, у меня было в зале, сделаешь одну, вроде, песню споешь вторую, ну, тогда были другой тематик, там где-то арестантская, у меня очень много, конечно, и разных, песен на разные темы, где-то социальные какие-то там, темы я затронил, и бывает, раз в зале говоришь, ну, что там, раз, или музыку одну-другую включишь, а можно еще под гитару, и мне всегда это было мега приятно, потому что я понимал, что эти люди, которые просят исполнить под гитару, вот им, они непосредственно слушатели, то есть слушатели внимательные, они именно, вот какой-то с ними контакт особый возникает, а здесь, здесь, слушатели, вы знаете, дети, ну, я считаю, что у меня уже очень много, слов поклонник, я как бы боюсь, я его не люблю, там, ну, как поклоняться, ну, кому, это такое, для меня такое, а вот любители моего творчества, мне очень приятно, что есть дети, там, 9-10 лет, которые реально слушают, я их очень-очень люблю, и это, и слушают под гитару, и я считаю, что вот я вот своим творчеством, именно вот в гитарном варианте, это очень важно, важно, что вот эти люди, они будут расти, они будут хотеть, дай Бог, чтобы приходили тоже авторы, именно вот с инструментами, с какими-то живыми, такие вот, именно заостряя на текстовом варианте. Ну, за любовь. Следующая песня. За любовь. А я начну, наверное, такой, как блок у меня, блок, наверное, выступлений, может быть, с поэзией, поэтому, ну, я считаю, что прежде всего, конечно же, я, ну, слово поэт я тоже боюсь, потому что для меня поэт, это, конечно, Есенин, это, конечно, Высоцкий, с которыми, я не знаю, которые меня вдохновляют, ну, и немало, 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 но все-таки с поэзией, потому что большая часть, я думаю, да и вся, даже музыка, у меня музыка, это, она просто что-то бы высказать, высказать стихи, и она сама по себе, вроде бы стихи всегда должны петься. Три слова. Я тебя люблю. Люблю. Я не пойму, что в них такого. Всего лишь то, что жизнь свою отдам за три обычных слова. Слова простые. Я хочу обнять, прижаться и растаять, и пить вселенную твою, не зная ни конца, ни края, все просто. Только я и ты. Не важно где, не важно сколько, душой и телом быть внутри. Тебя, единственной и только. Вот, с такого маленького стихотворения. Оно у меня идет, я потом уже его сделал, но у меня идет на живых концертах в речитативе, песни встреча. Вы ее можете найти, она в такой уже модной аранжировке. Это я когда, перед тем как уехать сюда, я начал писать альбом в таких современных аранжировках. Даже прошел обучение, мастер-классы очень таких очень стильных музыкантов. И на этом у меня оборвалось, сделал несколько песен, это вот встреча, это свидание, они как гемоверсии как бы должны были, но тем не менее там. И вот вместе с этой войной у меня оборвался процесс вот этого записи этого альбома. Ну а здесь, конечно, я уже превратился, так сказать, с легкой руки людей, которые меня слушают в барда. Здесь я уже бард, потому что человек детайра, все люди смотрят, тут бард, и везде, где я слышу, кто пшеничный, бард, бард. Ну, я этого не отрицаю, наверное, можно меня сейчас так называть, во всяком случае, на протяжении участка вот этого времени, вот этого творческого этапа. вот. Ну и песню. Песню, 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 песню. Наверное, начну с такой, одной из самых лирических этих песен. Называется она «Любимая», она тоже есть в этом альбоме. «Любимая». Я хотел бы сказать, но боюсь, не сумею, все в словах описать, что в душе моей клеит. В мире нет этих слов, пусть не бьются поэты, «Любимая». чтобы в парочке стров описать чувства эти, я скажу лишь прости, я скажу лишь спасибо, я прошу лишь прими мои чувства красивые. Любимая, 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 ты в небе и в душе неповторимая. Любимая, 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 Эти чувства Эти чувства полет, Эти чувства дотменья, Это то, что зовет в мир безумных стремлений. Пусть промчатся года или даже столетия, Не забыть никогда чувства светлые эти. Я скажу лишь прости, я скажу лишь спасибо, я прошу лишь прими мои чувства красивые. Любимая, 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 ты в небе и в душе неповторимая. Любимая, 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 Молюсь, лишь будь, пожалуйста, счастливая. Я хотел бы сказать, да боюсь не успею, Мне пора улетать, ждать я боли не смею. Я хотел бы прожить жизнь в борьбе и скитаниях, только чтобы твои все исполнить желания. Я скажу лишь прости, я скажу лишь спасибо, Я молюсь лишь прими мои чувства красивые. Любимая, 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 ты в небе и в душе неотразимая. Любимая, 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 Молюсь лишь будь, пожалуйста, счастливая. Любимая, 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 Молюсь лишь будь, пожалуйста, счастливая. Такая песня. Расстроилась гитара немножко. Гитара у меня опять рано получила. Сколько у вас гитар? Одна. Вот эта гитара. Она одна, она прошла со мной очень много. тоже, скажу так, проехала в России от самой-самой первой, так скажем, с востока точки. Это, конечно же, Хасан. Точка Хасан, это вот эта вот такая сопка, где с одной стороны Корея, с другой стороны Китай, с этой знаменитой огромной сторожевой вышкой. А здесь Россия. Это, соответственно, то место, где пролилось очень-очень много крови из-за Дальнего Востока, где вот героев Хасана, это как раз вот это место, вот от той, самая южная, причем эта точка, она немножко южнее, даже чем Сочи. Там такая красота, заповедные везде места, прекраснейшие заливы, озера вот с такими вот лилиями там, ну, вот эти все, возможно, там, бегают птицы, ходят звери. Конечно, Дальний Восток весь, все города, и Сибирь, конечно же, мой родной Урал. И вот сейчас она прошла здесь, видела, слышала, очень много, что здесь происходит. здесь уже получила ранение. Так что она у меня такая вот, девочка моя, у нее есть имя, я ее, это имя никому не говорю, потому что такое у меня. Зрители пишут, зато, говорит, мы настроились, гитара не важна, главное, настрой компании. Настрой гитары менее важен, чем настрой компании. Компания настроилась. Она у меня так, что сейчас я ее настраиваю по тюнеру, так как на шнуре, вот, и вот только на открытых струнах я ее настраиваю, потому что если здесь строить, здесь немножко не строить, так приходится так вот и выступать. Было много, да, там, да подарить, даже вот, знаете, люди, еще только приехал, когда первый раз у меня случилось, это еще в ЛНР, там ребята там где-то везли мне гитару, теперь там даже не раз было, и как-то вот не судьба, видно вот судьба, пока быть с ней, даже сейчас, мне уже там, ну, не буду говорить, ребята уже знают, там, хотят сделать подарок, там даже выбирают, ну, как-то вот оно видно, если нет, все от Бога, все, что делается, все к лучшему, все, наверное, как не хочешь, а вот получится, как-то вот, получится все равно вот так. Ну, я тем не менее играю, этот звук мне очень дорог. ну, блин, 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 вот здесь уже, двигаемся дальше, двигаемся дальше, ну, я не знаю, там какие-то есть вопросы, я не смотрю, как обычно, все слушают, ну, все же как, сейчас, они же понимают, вот сейчас задашь вопрос, вместо песни, будем это самое, а времени, между прочим, у нас осталось минут, буквально 10, до конца аферы, поэтому, я предлагаю, больше петь, да, пару песен, подряд, блин, 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 ой, ой, в общем, ладно, настроим, ну, я думаю, одна из самых популярных песен, которые мне за нее постоянно говорят, давайте я ее спою, называется она, девочка Донбасса, блин, «Донбасса». Ой, 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 ой. Да, она ушла. Бывает вот так. Да. Сделаем пока вот так. И я с вами пообщаюсь пока. Наш гость настраивается. Так. Кстати говоря, я нашел эту песню. Письмо друга фанатика. Да. Я могу пока сделать небольшую паузу и включить ее в эфир. Таня, небольшая пауза. Да, давайте, чтобы не было. Набирая на клаве неряшливо строчки. Друг мой, где ты? Открыть нести снова в беде. В твоей жизни все ближе. Последняя точка. В беспонтовой проводишь всю жизнь в суете. Что есть истинный кайф. Ты не думал об этом. Так подумай, браток. Ведь пока ты тут живешь, ты все время за кайф. Плачь и звонкой монетой. И не знаешь, дурак, что ты плачь и за ложь. Ты живешь, а вернее всего существуешь. Словно марионетка. Из сказочных драм чуждым желанием свое тело фолушь. Слышишь крики из сердца, что все это спам. Банку пива и скорости чек сигарету. Завалиться в клубешник с девчонкой крутой. Обкуриться с жалы и в блаженную дрему. Окунуться, чтоб мозг стал от счастья пустой. Каждый день, каждый час, каждый миг это боль. Сколько бы не было хмели, а что-то не то. Твои мысли летят, и словно бешеный пояс. Только в окнах не свет, а тоннели метро. И вокруг тебя тоже такие же тени. Все смоют, как обожаться, как мухи в говне. Посадили толпу на кайфовую тему, чтоб искали свой кайф не внутри, а вовне. Расписные плакаты, иннайт-телевизор. Все блестит и кричит, покупая этот кайф. И ты прешь, как баран, и по жизни не видишь, как прекрасен бывает обычный закат. Вот же казус обычный, вроде бы вещи. И не надо платить, и не надо искать. Этот кайф не берет твои мысли, как в клеще. Этот кайф тебя может лишь нежно ласкать. Ты не веришь, что каждый твой вздох есть в блаженство. И чем чище вода, тем ценнее ей вкус. Что касание легкое, нежное, женское. И исприятнее, чем розовой страсти укус. Да, браток, нет рекламы на то, что доступно. И по сути ты Дональдов, Ротшильдов, Рап. И дай бог, чтоб когда-то ты понял, как тупо ты свой собственный кайф у себя же украл. А времени мало. По дороге забытых вечных минут. Промотай на начало. Ведь там по-любому нас еще ждут. Времени мало. По дороге забытых вечных минут. Промотай на начало. Ведь там по-любому нас еще ждут. То продолжаем. Продолжаем. Песни закончены. Пауза в смысле закончена, песни продолжаются. Давайте, может быть, я отпою ту песню, которая нет в альфоне, нет в ауди. Она тоже одна из таких свежих песен. Есть текст, и, по-моему, я ее, да, я ее нигде не пел. Тем не менее, она такая тоже за любовь. В нашей жизни... О, нет, давайте... Это есть в альбоме. Я спутал... Все. Что-то и совсем мало. Все, пою. Ну, настроиться, как обычно. Тем более, тут у нас такие заминки. Ну, даже не знаю, как она называется. Нам дороге указывал часто Господь, И нередко сквозь холод и грады. В одиночестве мучить души и плоть, В ожидании чурной награды. И сейчас, боже, да. Блин, да что... Ну, простите меня, пожалуйста. А прямой эфир, блин, ну что у меня, блин... Ну, все сбилось. Я уже понял, что у нас будет все плохо. Это единственный прямой эфир, на котором никто даже ничего... Ну, в общем... Да, там ничего... На котором можно даже не чувствовать себя как-то... Да, наверное, из-за этого может и нет. В общем, очень плохо как-то... Ну, как-то оно нету, да. Ни настроя, ничего, я не знаю, что с этим. Вот, ну... А может поговорим тогда? Поговорить. Настроимся. Рассказали нам сегодня, как должны мы честно жить За Европой, гнав свободной, и нам многих говорить Гнуть свое, не зная чести и нацисты, пидорас. Да только хрен на них повесил наш пославленный домбас. Мама, мама, мамочка родная, Ухожу сегодня на войну, А завтра вся Европа и Америка узнает, Как люблю я родину свою. Раз за разом жгут покрышки, И Америка узнает, как люблю я родину свою. Закрутилась заваруха, грады бьют по городам. Только вот такая штука, только вот такая штука, далека до порогам. Все пугают злые бесы, нато мы пошлем на вас. Да только хрен на них повесил наш пославленный домбас. Мама, мама, мамочка родная, Ухожу сегодня на войну, А завтра вся Европа и Америка узнает, Как люблю я родину свою. Слова все у нас литературные. Ну и понятно, что на Донбассе они всем понятны вдвойне. Так что, ну что, мы заканчиваем наш эфир. Он сегодня у нас немножко, немножко, чуть-чуть не удался, но тем не менее. Да ну, как это не удался? А? Нормально. Нормально, да. Все ждали петь, но что-то время пролетает, я не знаю как. Надо будет прийти, действительно, и просто сделать так вот тупо, без слов. Потому что, ну сегодня было, может быть, о чем поговорить немножко. Я не знаю, как это все интересно, не интересно. Конечно, многим хочется просто попеть, потанцевать. А так получилось. Зато рифм это какая? Донбасс? Да. Ну, а у Толкиена есть такое место в его трилогии. У Стелин колец Эда раз называется. И оно... Вспомнил, я же недавно тут это... Значит, какой-то там филолог украинский. Значит, говорит, ну все, все хорошо, мат русский. Как русский мат-то изменить? Ну и, значит, со словами там... Ну, так сказать, это уже не модели. Хей. Да, то есть, о заменяет на и, соответственно, там... И, говорит, единственное слово у нас, ну... Ну, когда раз так и будем говорить, не получается, потому что у нас о на и, а здесь и. Под... Поду рис, что ли, придумал, я не знаю. В общем, они там чудят и все жутки. Им в два раза сложнее, чем надо. Да, он подал, чтобы все... А потом же это еще все запомнить надо. А, он говорит, ну там, подорунок. Вот раньше я помню был слово подорунок. Сейчас у них почему-то пидорунок. То есть, со словом пид у них очень-очень много с таким корнем. Ну, в общем, чудят не по-детски. Ребята, я не знаю, куда вы придете, потому что вы забыли, что язык, вообще слова, слова, да? Это не просто буквы и какие-то... То есть, каждый корень, каждая буква, она несет в себе огромный смысл. И когда вы коверкаете, когда вот русский язык, там, вот этой мовы все перебыл, советский язык, когда заменили эту букву Ять, опять же, как вот я в роте провожу, так вот, пошел разлом. Буква Ять, она вмещала две буквы И и Е. Это, значит, небесное и земное начало. Ну, вы помните, что эту Ять убрали, начались... Ну, понятно, что Вира писалась через Ять, допустим. Сразу начались проблемы. Вира, ну, грубо говоря, Ять везде стояла. Ее убрали, так как, когда наш дядька в кепке, который здесь вот у нас сейчас смотрит, сказал, что экономия бумаги, конечно-то нет. Это был перелом именно цивилизации. И как вот они коверкают, они даже... Он филолог, он даже не понимает, что такое слово, откуда оно бралось там, вот это... Что оно несет в себе огромный потенциал. Вообще, оно... Это живое. То есть, вот слово, любой звук, он живой. Он делает нашу планету, нашу вселенную. И то, что вы делаете с этим языком, с вашим украинским, что вот это... Коверкайте для себя все эти слова, что-то. Вы убиваете не только себя и своих детей. Вы убиваете... Природу саму убиваете. Вы обязательно исчезните все. И не мы это будем делать, не Донбасс, никто. Вы просто исчезните, потому что у вас нет языка как такового. Потому что то, что сейчас даже украинский, в нем уже даже очень мало чего остается. Поэтому берегите себя и... Как-то, я не знаю... Включайте, я не знаю, мозг, открывайте душу, открывайте глаза, слушайте. Вот, лечитесь. В общем, вот это той стороне говорю. Ну, а нашим всем привет. В отдельной особенности, конечно же, патриотам Донбасса. Потому что тот, кто патриот, это значит в первую очередь тот, кто любит свою родину. Тот, кто любит, тот и есть патриот. Вот, не важно, где ты состоишь, где ты работаешь, боюешь, не боюешь, насколько в тебе... Если эту любовь, и не просто любовь, а вот та любовь, в которой ты что-то делаешь, вышел, ну, хоть капельку что-то сделал. Грубо говоря, даже лайк нажал, ну, вроде бы диванный, но все равно патриот. Так что, сейчас патриотизм нам очень нужен, и только вместе с ним, с этой любовью мы сможем победить. Всем привет, всех с праздником, с Рождеством обязательно, завтра обязательно, конечно, всем, так сказать, желаю искупаться, вылечиться, оздоровиться, набраться энергии божественной. И продолжать жить, продолжать строить, защищать, любить в первую очередь, рожать детей. Владимир Пшеничный. Владимир Пшеничный. Владимир Пшеничный. Владимир Пшеничный. Был с вами. Спасибо, друзья. Мы продолжаем. Продолжим наш эфир, не переключайтесь.